На пути из Виктории в Южную Австралию мы проезжали много таких интересных, не характерных для этого региона хвойных лесов, которые очень-очень похожи на наши европейские, на те же белорусские, украинские, российские, точь-в-точь, польские. Вот мне прямо иногда напоминало аж Беловежскую кущу, прям запеть хотелось эту песню, ну то есть в принципе как такую родина дает. Вот в принципе мы не удержались от того, чтобы зайти в один из таких лесов, прогуляться и посмотреть, как он выглядит внутри, потому что вот прямо туда все манило, мы даже взяли на всякий случай ножик, мало ли найдутся какие-то грибы. Сейчас посмотрим, может быть они и есть тут, кстати, да, вроде по пути мы что-то даже видели на пеньке, какие-то грибы были, ну сейчас, кстати, сезон, но единственное, что здесь было не так уж много дождей, так что не знаю, стоит рассчитывать на то, что мы сегодня поедим грибы на ужин, но тем не менее, вот погуляемся, посмотрим, как этот лес выглядит. Вот. Интересно, кстати, да, здесь такие даже вот шишки есть. Сейчас найду одну из них, покажу. Вот. Такие. Я точно не знаю, что это больше. Похоже, кстати, на сосну. Я не думаю, не уверен, что это такая же сосна, как и наша, но, наверное, может из того же семейства. Извините, в ботанике сильно не разбираюсь. Ну вот, посмотрите, как выглядит изнутри австралийский лес. И попробуйте вот догадаться, в Австралии вы находитесь, или я где-то это снимаю под Минском или в каком-нибудь там молодежностном районе. Вот такие елочки, хвоя засохшая. В общем-то, опеньки. О, кстати, да, можно, наверное, кстати, для каминчика, может, одну такую штучку упереть. Будет очень здорово, вкусно. Ну, наверное, нести ее далеко до машины будет. А так было бы здорово, свежее, хвойное такое вот в камине. Да, этот лес больше похож на сосновый, да, это больше, наверное, это сосны все-таки такие, это самое, судя по виду. Но мы, кстати, видели тоже и елки, то есть типично. Они, кстати, чем-то немножко не отличаются от наших европейских елок, но тоже все-таки очень похожие. Наверное, да, тоже какое-то вот тоже одно семейство. Не знаю, как оно называется, там, елковые или хвойные. Но это самое очень-очень похожие и напоминает наше что-то родное такое, уже давно забитое за 13 лет жизни здесь. А здесь, да, запах. Ну, запах не могу передать, нет, наверное, он все-таки, запах нет такой, как в нашем лесу, но все-таки воздух свежий. Ну, кстати, вот, да, если присмотреться, то вот эти елочки, они идут как бы похоже по, посажены по одной линии, то есть этот лес не вырос сам. Его сажали, то есть сажали его 100%. Единственное, конечно, на что стоит обращать внимание, все-таки мы не в Беларуси, а в Австралии. И здесь могут быть змеи. Вот, кстати, они, поскольку сегодня день довольно жаркий, я не знаю даже, как, насколько они любят такие вот хвойные леса. Да, если в Беларуси, наверное, можно наступить на ужа или, ну, в крайнем случае, на какую-нибудь гадюку, то здесь змеи совсем другие, они гораздо более опасные. Непонятно, могут ли они здесь водиться или нет. Теоретически могут вполне, так что будем, наверное, поосторожнее смотреть под ноги. Вот тоже такая сосенка повалена. Интересно, да, кстати, что в Австралии еще характерно, в большинстве национальных парков, если деревья падают, то, как правило, их не убирают, если только они там не перегораживают кому-то дорогу. Это, то есть, как бы, они стараются поддерживать, как бы, этим на натуральный вид состояние парка или леса. Но я не знаю, делают ли здесь так же. Ну, нет, кстати, я вот вижу, что, да, вот, судя по этим некоторым там ровно спиленным пенькам и вот этим самым, да, кусочкам, чуркам дерева, то все-таки тут их, да, вырубают на самом деле и как-то присматривают. Ну, это не национальный парк, судя по всему, наверное, это специальный такой вот лес, который высадили, но я не знаю, с какой целью, просто, может, для озеленения, может быть, для древесины, может быть, даже такой вариант. Очень сложно сказать, ну, я не знаю, хотя я не видел тут лесорубов, все, чтобы что-то такое рубили, надо интересно погуглить, посмотреть в интернете, для чего их выращивают. Ну, очень интересно. Ну, это, да, явно не само оно выросло, но, судя по размеру вот этих деревьев, это уже не, далеко не один десяток лет, может, 50-60, то есть, как минимум, они здесь. Вот, посмотрите, сблизи, кстати, как выглядит вот эта такая австралийская хвоя, а чем-то она отличается от белорусской, надо понюхать. Не, запах не такой, он есть тоже, он такой вот, какой-то интересный, ароматный, но он не такой сильный, как наш, вот, да, интересно, если ее так немножко пожмякать и понюхать. Ну, да, не то, не то, но на вид очень похоже. Интересно, гуляю по этому лесу и получаю удовольствие, как-то уже отвык от этого всего, хотя вот в Беларуси, особенно у папы на даче, мы часто ходили гулять по лесу, было здорово, вот это как-то напоминает вот эту обстановку, такую же. Да, будем знать, ну, грибы, вот, сейчас смотрим, по-моему, грибами даже здесь и не пахнет, хотя, да, ножик взяли, пакетик взяли, но, похоже, не судьба, не сегодня. Ну, кстати, да, если так уж серьезное дело, то грибы здесь есть, то есть, их собирают, я не знаю, я в грибах не разбираюсь, но, что конкретно наши выходцы из бывшего СССР и, кстати, кто еще, поляки, очень-очень активно ездят за грибами каждый сезон, а сезон здесь, это тоже осень, но вот многое зависит от того, был ли дождь или нет, в дождливый сезон до грибов может быть много, если дождей особо не было, то маловероятно. Субтитры подогнал «Симон»